Добрый день, уважаемые ученики! Я рада нашей новой встрече. Сегодня мы с вами начинаем изучение нового раздела «Экономика и культура Казахстана в XVI-XVII веках». Тема урока «Духовная и материальная культура казахов в XVI-XVII веках». Сегодня на уроке ты узнаешь о значимости кьюи, легенд, щежире и эпосах как исторических источников, о достижении кочевников и прикладном искусстве. Вы сегодня на уроке должны будете ответить на следующий вопрос. Каким образом духовная культура отражает жизнь казахов в XVI-XVII веках? Культура казахского народа своеобразна и самобытна, она формировалась в процессе сложения казахской народности. Создателем материальной и духовной культуры является сам народ. Однако развитие культуры в Казахстане происходило не одинаково. Южные регионы Казахстана более развитые, чем кочевые. Ребята, давайте с вами подумаем, почему именно южные города Казахстана являлись центром ремесла и торговли? Правильно, южные города Казахстана имели тесные связи с городами Средней Азии через великий шелковый путь. Наверняка вы знаете, что такое библиотека. А кто из вас знает, что такое живая библиотека? Живая библиотека – это легенды, эпосы, сказки, народные предания. Они являются страницами истории казахского народа, отражающие быт, обычаи и традиции степного кочевника, заключающие в себе драгоценные жемчужины народной мудрости, остроумия, находчивости, душевной шведрости. Живые книги – это талантливые люди из народа, выдающиеся личности с героическим характером, борьцы за справедливость. Жирал, Ак-Инны, Сал, Сере, Би. Своим творчеством они создали сокровища устной литературы. До нас дошли произведения Шалки-Жирал, Дос-Памбет-Жирал, Маргас-Ха-Жирал, Жи-Им-Бет-Жирал, Тули-Би, Хасы-Бет-Би, Айти-Кеби. В их произведениях воспевались культурные ценности казахского народа – нравственность, доброта, дружба, мужество и качество настоящего джигита. Шалки-Жирал, живший на рубеже 15-16 веков, был известен среди тюркских племен, живших в кипчахских степях при Нагайском правителе Тимире. В его произведениях говорится следующее. «Отличает благородного то, что не затеет беседу с неровней. Жамана отличие в том, что все, что не скажет, вернется к нему позором. Если затеешь беседу с благородным, плохим ты не прослывешь, даже если споткнешься. Жаманом, если затеешь беседу, в сохранности тайн не дождешься. Всеми тайнами твоими он поделится с врагами». Эти сроки позволяют достичь двойного эффекта. Во-первых, не доверять тайне недостойным. Во-вторых, самим себя вести так, чтобы не прослыть жаманом. Жирал воспевали в своих песнях о походах, подвигах, воинов-батырах, осили в мужестве воинов и их любви к родине. «Летящий стрелой аргамак – вот это гордость батыра. Кольчуга, нервущаяся бою – вот это костюм для батыра. Мечал доспан, рубящий, голову с плеч – вот это руки батыра». Как известно, статус жирал в степи считался наиболее почетным. Ханы, султаны были всегда зависимы от слова и оценки поэта. Многие жирал были советниками ханов. Жеймбет жирал – яркий представитель поэтической традиции. Из его произведений сохранилось обращение к Есиму. «Храбрый высокий Есим, ты душой высоким стал. Не забывай, ты стал таким, когда по советам моим поступал. С первых дней, как тебя я узнал. Верной опорой тебе я стал». В произведениях Марго Скажера также прослеживаются события, которые происходили в казахском ханстве при Есимхане. «Эй, кадаганов хан Турсун, клятва преступник подлый сын, зачем безвинный бьешь народ? Зывая к Богу, он ревет. И ты не хан, ты подлый волк, в кошмарном сне приснится мог. Сейчас ты возлежишь на троне, но вот конец твой недалек». Поэзия Доспомбета – поэзия война и защитника Родины. Его песни рассказывают нам о походах и подвигах, чести и долге война. Талантливых беев называли щеченами, признавая тем самым высокие ораторские и поэтические способности и заслуги. Творчество беев-щеченов породило оригинальный вид художественной культуры, который назывался Билер-Сюзе, Билер-Айтасе, Билер-Дауа, Турильдек-Айту, Щищендек-Сюздир. Тулеби в своих трудах говорит об эпохе, о взаимоотношениях правителя и простолюдина, характеризует достойных и недостойных людей. Сохранилось одно из выступлений Хазбек-Бия перед джунгарским правителем. Как гласят предания, Галдан-Цирен не мог возразить словам Хазбек-Бия и выполнил все требования послов. ITK-Бий поднимает вопросы общественного и житейского характера, говорит о положении народа и тревожится за его судьбу, подчеркивает необходимость сплочения и единства казахов. Ребят, в начале урока мы с вами поставили вопрос, каким образом духовная культура отражает жизнь казахов в 16-17 веках. Таким образом, духовная культура казахского народа отражает особую социальную структуру, общественную жизнь казахов, вопросы морали, исторические события данного периода. Ведущими видами искусства этой культурно-исторической эпохи были устная поэзия и музыка, создавшие уникальную среду, из которой выходило большое разнообразие создателей, хранителей и исполнителей устно-поэтической и музыкальной традиции. Яркими представителями были Акына и Жерал. Духовная культура является одним из источников сохранности исторической памяти казахского народа. Ребята, сейчас мы с вами переходим ко второй части нашего урока – достижения кочевников через прикладное искусство. Этот вопрос мы с вами разберем через исследование, почему юрта считается образцом высокого уровня развития материальной культуры кочевников. Я вам предлагаю просмотреть видео для того, чтобы вспомнить, что такое юрта и из чего она состоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юрта – уникальный тип переносного жилища. Конструкция юрты проста, обладает следующими характеристиками – мобильно, легко собирается, разбирается, зимой в ней тепло, а летом прохладно. Деревянный каркас юрты состоит из следующих частей. Кириге – складчатые решетки стенки, высота в собранном виде достигает 3,5 метров. По числу секции канатов, соединенных кириге определяют размер юрты – шестиканатные, восьмиканатные. Уык – жерди, составляющие ее свод. Уыки присоединяют кириге с верхним куполом шанраком. Уык изготовляют из ивы, березы. Длина уыка доходит до 3 метров. Шанрак – верхний купол юрты. Состоит из круглого гнутого дерева, примерно толщиной 12-15 см, в диаметре от 1,5 метра. Есык – двустворчатая дверь. По традиционным представлениям казахов, дверные косяки и порог босага являются священным местом, так как там сосредоточено богатство, благополучие. Все эти части каркаса соединяются при помощи тканых веревок и ремней. Свод юрты украшается подвесными шнурами. Шанрак разделен на 4 части. Через шанрак поступал солнечный свет. Определяли точное дневное время. Верхнее отверстие в куполе предназначено для тяги дыма и для проветривания. Шанрак бей поссон, шанрак шай халмасан. Так говорят казахи, когда совершают ботта пожеланий. Это обозначает, пусть ваша семья будет крепкой и устойчивой. Или наоборот, шанрак тахара. Здесь идет предупреждение, кто в доме хозяин. Войлочное полотно состоит из нескольких частей кашмы ручной работы. Турлык – это войлок, покрывающий стены юрты и вытянутый по углам. Исык – трапециевидные куски войлока, предназначенные для покрытия купола юрты. Тундык – четырехугольный кусок войлока для покрытия навершия юрты шанрака. Войлочный покров в двери называется киз-ясык. Ребята, а сейчас я вас приглашаю в юрту. Войдя в богатую юрту, человек попадал обычно в неповторимый мир орнамента. Казахские ковры – как войлочные, так и тканевые, многообразные. Из войлока делали постилочные и настенные ковры – текиметы, сырмаки, тускизы. Текимет – войлочный казахский ковер с валеным цветным узором. Текимет является национальным ковром, технология которого напоминает изготовление однотонного войлока. Среди большого разнообразия войлочных изделий выделяется ковер-сырмак, изготавливаемый в технике мозаики. В приеме приготовления сырмака все целесообразно. Сырмаки отличаются большой прочностью. Добротно сделанные они могут служить 50 лет и больше. На стены войлочные ковры тускиз радуют глаз своей красотой. На стены вышитый ковер тускиз занимал почетное место в юрке и исполнял функцию ковра-оберега. Поэтому часто вместе с ним на стену вешали выделанную шкуру лисицы, волка или камчу, которые, по народному поверю, должны были защитить жилища человека от сглаза и порчи. Каждая семья украшала юрту по своему вкусу и усмотрению. Красота и нарядность юрты зависела от самих хозяев и от их фантазии. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Давайте с вами сделаем выводы. Искусство исполнения домбрового кюя играет важную роль в укреплении социальной сплоченности казахского народа и формирует у него чувство самобытности и единства. Юрта признана символом семьи и традиционного гостеприимства, которые являются неотъемлемой частью самобытности казахского народа. В ноябре 2014 года в список нематериально-культурного наследия человечества ЮНЕСКО были включены искусство исполнения традиционного домбрового кюя и традиционные знания и навыки изготовления кыргызской и казахской юрт. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok